В эфире Город Эсс. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Сегодня день траура, день скорби, день памяти. Каждого, чьи отцы и деды отдали жизни под Москвой, Сталинградом, Прагой, Берлином, кто умирал от голода в Ленинграде, лил кровь на Мамаевом, Кургане, стоял до последнего в Бресте, кто лег на Курской дуге, кто встретил последний час на Одере. Сегодня в 4 часа утра тысячи, десятки тысяч людей по всей стране зажгли свечи в знак памяти. Такая же свеча, свеча памяти горит в нашей студии. Я предлагаю вам познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Это Петр Моисеенко, директор Народного музея истории и завода «Салют», и Александр Паулов, руководитель военно-патриотического клуба. Они сражались за Родину. Мы, как я уже сказала, присоединяемся к Дане, к свече памяти. И, конечно же, это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Петр Леонидович, я знаю, что вы дело сохранения памяти о войне сделали фактически делом всей своей жизни. Ну, во-первых, более 40 лет вы возглавляете музей истории. И знаю, что примерно, наверное, с середины 70-х годов вы начали собирать просто по крупицам память о тех людях, которые отстояли победу, которые проживали именно на мехзаводе, о своих земляках. Прошли, наверное, каждый сантиметр, заглянули в каждую квартиру, собрали массу-массу материалов. А вот эта потребность, она появилась как-то вдруг, она как-то воззрела. Почему все это случилось? Вы правильно сказали, что в каждом доме был. Действительно, в начале войны всего лишь 20 домов было частных. Ну, и когда, значит, было принято решение узнать фамилии вот эти, в любой дом заходи и найдешь себе того человека, которого ты ищешь. Здесь из каждого дома по два, по три человека уходило на фронт. К сожалению, огромное количество не вернулось. Всего в мехзаводу ушло 720 человек. Многие из них добровольцев и прочее, прочее. У меня назрела мысль по тем временам собрать их воедино, узнать сколько хотя бы не вернулось, чтобы отдать им память и так далее, и так далее. Наш совет ветеранов, который был создан в 1974 году, первым принял решение, это первый вопрос их работы, это создание монумента. Вот монумент был создан, но несколько лет он был без головы, можно сказать, просто там была информация, что, значит, посвящен погибшим воинам и так далее, и так далее. А кому возлагать, кому цветы возлагать, кому коленопреклонение делать, вот этого не было. Это вот у меня возникла мысль собрать, и я пошел по дворам. Мало того, что 40 лет получилось разрыва между войной и между тем периодом, когда этот вопрос возник. Поэтому почти что большинство старушек поумирало, дети выросли, разлетелись, можно сказать, из своих гнезд и так далее. Пришлось собирать по всему, можно сказать, Советскому Союзу. Вот я прихожу в дом, куда делись, значит, вот это? Да уехали. А куда хоть уехали? В Альбовскую область куда-то. Я пишу туда письмо в центральное, значит, этот самый адресное бюро, прошу сообщить, проживает ли. И таким образом... Да, вот эта пачка писем. Таким образом, да, вот документальное свидетельство тому, что 250 писем я получил со всех уголков Советского Союза, где мне ответили на мои вопросы, присылали мне фотографии. Эти фотографии послужили основой создания, значит, и памятника, и увековечивания тех имен, которые, значит, там были. И впервые, впервые это создать, значит, вот такую галерею погибших воинов наших, погибших воинов, и провести мероприятия, между прочим. Александр Анатольевич, знаю, что вы также начали собирать свой музей, причем тогда это была вот отличная инициатива какая-то. Это был, если я не ошибаюсь, 2009 год. Началось тогда с первого экспоната, да, а вот сегодня уже прошло столько лет. Сколько экспонатов в вашем музее на сегодняшний день? Ну, я никогда не задавался такой мыслью, сколько, но сотни это однозначно единицы. И спасибо Петру Леонидовичу Моисеенко. С помощью его музея мы провели, наверное, единственный в России эксперимент. Впервые часть имущества музея была передана для использования именно в исторических реконструкциях, выездах, парадах и так далее. Если у Петра Леонидовича музея-то видели сотни тысяч людей, то у нас уже это сотни тысяч, а может быть уже и десятки, и более тысяч людей. 9 мая, 7 ноября пушки-45, минометы Сталинграда, пушка со сбитого, самолет Вил-2, который делал тот же самый завод, который стоял на подоконнике рядом с домом Павлова в Сталинграде. Вероятнее всего, бойцы отбивались уже даже этим орудием. То, что было на самом деле. Миномет знаменитый, который Пётр Леонидович проявил, чатежам восстановили. То есть эти вещи теперь люди могут подойти, потрогать, посмотреть. И самое интересное, они еще стреляют петардами во время наших реконструкций. Вот вы уже предварили, наверное, мой рассказ, сами рассказали, что не случайно именно в таком составе вы сегодня в нашей студии, потому что это такой действительно очень интересный симбиоз получился, который пошел на пользу действительно всем. И музей под открытым небом, музей, который может передвигаться, это, конечно, мероприятие, которое могут увидеть большое количество людей. Пётр Леонидович, еще хочу рассказать нашим зрителям о том, что Бессмертный полк, который сегодня знают все в России, который численно растет с каждым годом, все больше людей присоединяются к нему. Все о нем знают, он широко известен с 2012 года, но далеко не все знают о том, что на самом деле Бессмертный полк родился на 20 лет раньше здесь, у нас, в Самаре. И именно это мероприятие впервые провели вы у себя на мехзаводе. Вы знаете, значит, и в литературе по телевидению передают вроде как основоположников, те, которые, значит, придумали вот это вот, и которые впервые применили, значит, вот это название и провели такие мероприятия. Ну вот я слушал, слушал, а потом, значит, возникла мысль, а почему наш мехзавод, короче говоря, не поделится своим опытом? Ведь мы же по существу опережали лет на 15, на 20 тех, которые присваивают себе сейчас, значит, приоритет вот этого явления, что именно они, Бессмертный полк, вот это изобрели. Он когда, конечно, не назывался таким образом, но у меня возникла мысль, когда вот я собрал вот эти вот письма, когда ответили на вопросы и прислали фотографии, я вам показывал, значит, какие мы, значит, эти фотографии сделали. Вот такого размера мы сделали 53 фотографии. И когда они у меня лежали на столе, я, значит, тут вот как раз подумал и думаю, надо же народу показать. Собрать, значит, людей и так далее. 9 мая, а как раз год был памятный, 1991 год. 91, первый год, да? Ну и вот по тем временам были еще живы, можно сказать, старушки те, которые отправляли мужей своих, вдовы, которые тоже сыновей, значит, и прочее, прочее. Вот. Я их собрал, значит, их было 18 человек, их посадили на скамеечки перед этим, перед Домом культуры. И мы сделали тогда вот такое шествие. Я прошел по школам, собрал ребят, которые пожелали бы участвовать в этом деле. И мы провели это мероприятие, вот это в книге, вот в этой засвидетельственной, это явление, что вот таким вот образом, вот, таким образом, значит, мы провели вот это, можно сказать, мероприятие, имя которому было, и даже, и даже память сильнее смерти. Собственно говоря, корень этого одно и то же, да? И память сильнее смерти, бессмертный полк тоже память, да? Вот таким образом я считаю, например, что приоритет должен по правде-то и по закону принадлежать Куйбышеву, то есть современному, значит, этому, Самаре, а не каким другим городам, потому что мы возглавили такое движение, которое вылез такое патриотическое. Значит, в прошлом году, в прошлом году 42 государства принимало участие, значит, в этом бессмертном полку. Только в Москве проходило, значит, вот это явление, значит, люди, которые шли, вот. Проходило, значит, более нескольких часов, 750 тысяч человек прошло. Ну, самое главное в этом, Петр Ильич, то, что вы действительно, такая инициатива появилась, вы стали родоначальником, да. Ну, Самара, на самом деле, является родоначальником многих хороших традиций и событий, и, Александр Анатольевич, знаю, что вы стояли у истоков возрождения, проведения в Самаре парада памяти 7 ноября. Тогда, наверное, это казалось, может быть, чем-то неизбыточным, а сегодня уже привычное явление нашей жизни. Сколько раз уже прошел такой парад? Ну, соответственно, с 2011 года, слава богу, я думаю, это будет все продолжаться, и все больше молодежи в это увлекается, и самое главное, что если мы не дадим этому явлению зачахнуть, то я боюсь, что по нашим улицам через много лет будут шагать уже только одни либо фашисты, либо нацисты. Память стирается, мы видим, что происходит в официальных органах, не в наших, а, скажем, на Западе, как история переворачивается. Сейчас уже все стали забывать, что мы воевали не только против фашистов, как нам говорили немецко-фашистские захватчики. Сейчас уже многие вообще даже не помнят, что против нас воевала вся Западная Европа. Это была фактически Антанта, как во времена Наполеона. То есть и румыны, и болгары, и поляков было мало, итальянцы, французы. То есть массовое многомиллионное нашествие, и нашествие было на наш народ. Поэтому в данном случае память, она должна жить, жить всегда. О том, живет ли память, скажите, Петр Леонидович, вот ваш музей, который на самом деле уникальный, в котором множество экспонатов, я знаю, что вы очень интересно проводите экскурсию. Насколько он посещаем? Кто к вам ходит? Он, можно сказать, из поселкового превратился, ну, сначала в районный, потому что все школы района, значит, пользуются этим музеем. Сейчас подкрепляется это, значит, вот, Кошелевским проектом. Там построено в Крутых Ключах, значит, целый городок, мощный причем. С численностью населения более 45 тысяч человек. Там открыли школу, одну из крупнейших в стране. Там огромное количество ребят, которые желают посетить. То есть наш музей пользует просто, ну, спросом, огромным спросом. То есть не надо никого за уши тащить, никого идут люди? Кроме того, была разработана, значит, система, несколько лет тому назад, вот, когда стали проводить вот эти мероприятия, вот, мероприятия памяти, вот, то, значит, государственного масштаба мне, значит, дали указание принять школьников всего, всех районов области, то есть за два года у нас все школы области прошли через нас в музее. Я уже не говорю, что пользуются, значит, и городские наши, и студенты, и школьники, и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, огромное количество ветеранов приходит. Почему? Потому что это их, можно сказать, память, это их жизнь, и так далее, и так далее. То есть музей, я вам скажу, что не стоит на месте, вот, вполне... Не покрывается пылью. Вполне, да, востребован, вот, это меня очень даже радует и настраивает на то, на оптимизм настраивает, что он нужен людям. Александр Анатольевич, обратила внимание на такую вещь. Исторические части парадов и 9 мая, и 7 ноября стали привычным явлением для Самары, все о них знают, но, как мне показалось, с каждым годом не просто увеличивается количество желающих присоединиться к этому, а очень много появляется молодежи и детей. Ваше мнение, что привлекает их к этому мероприятию? На первых парадах мы были исторически против того, чтобы дети участвовали, поскольку, если брать чисто историческую часть, конечно, только были солдаты, ну, либо женщины, медсестры, связисты и так далее. В данном случае с годами пришло понимание того, что мы не вечность, и с Петром Леоничем мы тоже когда-нибудь уйдем, а молодежь, которая приходит к нам, придя раз, они приходят второй, пятый и десятый. То есть в данном случае слезы на глазах, ребятишки понимают, что это такое, и когда ты въезжаешь на площадь Куйбышева, где сидит 30 тысяч народа, и потом еще по Молдогвардейской собирается еще примерно 100 тысяч населения. В данном случае это колоссальный эмоциональный заряд, и я думаю, что люди и дети запоминают это навсегда. Скажем, из Чапаевского, где дома к нам приезжают ребятишки, это уже стала доброй традицией, на каждый парад у них идет целый год соревнования за право выехать на парад и в нем поучаствовать. – Петр Леонидович, за то время, пока вы занимаетесь сбором экспонатов, написанием истории, скажем так, да, а вот вы сами, вас это как-то обогатило, вы узнали для себя что-то такое, что, может быть, удивило вас, сделало ваш внутренний мир богаче? – Естественно. По ходу работ, что мне приходилось, значит, делать, это я свою копилку, короче говоря, дополнял и так далее, и так далее. Я вам приведу несколько примеров. Например, в 1984 году, это тоже юбилей был, четвертый год, наше открытие, значит, музея, вот, мы ездили в Волгоград, раскапывали, на раскопке, короче говоря, мы принимали участие в раскопке трех самолетов, нашли Ил-2 корпуса, привезли оттуда бронекорпус, но и, значит, хотели восстановить, но в связи с тем, что по стране, значит, вот такое событие пошло, нам не удалось. Но мы собрали огромное количество материала, более двухсот, значит, этих самых экспонатов привезли, которые вылились потом, значит, я написал, значит, об этом книгу, вот, воспоминания, ребята ходили по школам, делились впечатлениями и так далее, и так далее. То есть, ну, каждое событие вот это, вот, оно отображалось. Вот это вот, вы говорите, значит, сбор материала, во что он вылился. Конечно, в голове все вот это, как в компьютере, не удается удержать все, все, все в памяти навечно, да? И потом я один только потребитель, скажем, вот этого явления. Мне хотелось раскрыть это, то есть, достоянием, ну, всей публики, короче говоря, начать сделать. Ну, и занялся рукописным материалом, то есть, стал этим летописом. На сегодняшний день мной известно 17 книг исторического направления. Ничего себе! Я считаю, да, что это как раз вот ответ на ваш вопрос, это вклад в мировую, ну, не в мировую хотя бы, но в нашу историю. В нашу историю совершенно точно. В историю нашей страны, да. Александр Анатольевич, упрекают иногда 9 мая, в канун 9 мая, что вот наступает праздник, все заговорили про ветеранов, вспомнили о памяти, а в течение года, в общем, как-то тишина, и ничего не происходит. Знаю, что это не так, по крайней мере, в отношении вашего клуба, и что ваш музей, исторический, живой музей, да, будем так говорить, можно увидеть не только 7 ноября и 9 мая. Какие ближайшие планы, может быть, поделитесь вот этим? Где можно будет посмотреть? Самые ближайшие планы – это суббота, 24 июня. 65 лет города Новокубышевска, это наш город-спутник, поэтому впервые будет придана реконструкция Великой Отечественной войны в Центральном парке, планируется около 150 участников, вот Петр Леонидович будет с нами там тоже воевать, старейший член клуба, 9-й десяток, но выходит в атаку по-прежнему. Но он у вас сам как живой экспонат. Естественно. Поэтому приглашаем всех желающих туда, кто хочет прийти и поучаствовать, посмотреть, будет очень интересно, будет не только техника. А что именно, да, будет? Будет 43-й год реконструкции боев на Кубани, когда немцы рвались к бакинской нефти, наши, соответственно, сдерживали. Там будет, соответственно, автомобили Виллес, Газон, ГАЗ-67Б, Форд, будет немецкая техника, соответственно, будут пушки, минометы, пулеметы. То есть будет реконструкция, будет парад по Новокубышску и выставка военной техники. Вот когда вы делаете реконструкцию каких-либо событий, насколько она хронологична? Это просто какая-то игра, вот как вздумалась, или вы каким-то образом собираете историческим? Нет, как правило, мы стараемся всегда эти моменты учитывать. У нас этим занимается Саша Ильин, он как бы у нас в этом плане главный профессионал. Конечно, невозможно понять логику каждого боя и сохранить именно все по секундам, но, скажем, обрадительные операции, наступательные, скажем, всегда очень больно поднимать 1941 год, потому что тогда Красная Армия терпела одни поражения фактически. Более интересные, конечно, это 1943, 1944, 1945 года. Здесь до секунды, я думаю, что нам предки простят, нет, конечно, таких, ну, 7-минутного совпадения, но основная конва – наступление, окружение, выход из окружения, боевые прорывы, скажем, день ВМФ, это десанты. То есть, конечно, стараемся, что возможно, воссоздать. К сожалению, просто с годами уходит техника, она просто умирает реально. Невозможно не сказать все-таки о зрителях, которые наблюдают за вашей реконструкцией, и сама была несколько раз свидетелем тому, как зрители пытаются присоединиться к вам, пойти в атаку. Ну, я могу сказать, что в Тольятти, когда первый раз проводили день военно-морского флота, несколько моряков, когда немцы захватывали в плен, как бы, наших моряков и добивали их по сценарию, и так оно и было на самом деле. Несколько человек спрыгнули с парапета набережной с целью помочь, но их успели удержать. Петр Леонидович, я думаю, что вряд ли кто-то сможет упрекнуть сейчас нашу страну, скажем так, в том, что, наверное, делается очень много для того, чтобы увековечить, чтобы хранить память о тех годах, о тех людях, которые ковали эту победу. А ваше мнение, вот все ли делается в обществе сегодня для того, чтобы эта память хранилась? Вообще-то да, нет, тенденции наблюдаются даже мощные. Вот я вам скажу, что восстановление вот этой справедливости, 41-й год, который этот, значит, Меркушкин в 2011 году впервые, значит, сделал вот такой парад, и принял решение, что отныне и в последующие годы, значит, проводить военные парады в Самаре. Самара был единственным городом, кроме столичных городов, вот, которые, значит, это самое вот такое явление. Вот. Это настраивает на оптимизм, надо сказать. И вот я смотрю, значит, и отношение правительства сейчас к этому делу, значит, и настрой самих жителей и так далее, и так далее. Все вот это вот создает впечатление, что все же наша страна идет правильным путем. И память вот эта вот не только сохраняется, но приумножается даже. Вы посмотрите явление бессмертного полка, который как лавина растет из года в год. Ведь это же одно из направлений. Вот такие тенденции наблюдаются и в других. Вот сейчас вот вчера вот, например, у нас был круглый стол по музеям. Растут музеи в каждом городе, вот, по истории то же самое и так далее. Я показал фильм, который проходил у нас 9 мая этого года, значит, вот у нас на нашей площади, на поселке. Это вызвало огромный интерес среди вот наших участников, музейщиков. Почему? Потому что такого нигде не наблюдалось. Вот. Так что интерес и настрой, и сама традиция вот этого сохранения памяти, она присуща нашему народу, она выполняется. Ну, это сохранение памяти ведь не само по себе ценно, а это еще и урок того, что стоит все время думать о мире и беречь его. Но при этом, Александр Анатольевич, ну а вот выражение «хочешь мира, готовься к войне». Что по этому поводу вы думаете? Я думаю, что готовиться к войне нужно в любом случае, потому что боятся только и уважают только сильных. И если вспомнить, скажем, вот нашу молодость, я думаю, что и Петра Леонидовича тем более, есть такая, было такое понятие, начальная военная подготовка. В школе она проводилась не только для мальчиков, которые умели собирать автомат, разбирать, надеть противогаз, но и для девочек. Во-первых, это первая медицинская помощь, это умение подготовить ту же самую еду. Сейчас этого нет совершенно. Вот на наших выездах, когда мы выезжаем, скажем, с выставками, ребятишки не могут даже автомат не то что разобрать, они даже не знают, как к нему подойти. То есть доходит до смешного, к нам однажды подошла учительница начальных классов и спросила, что такое красный флаг и что на нем нарисовано. Это там, где серп и молот. То есть она даже не знает, что это такое. Поэтому такие вещи, их нужно готовить, чтобы люди шли в армию, тем более в армии сейчас год слабо всего один год, это очень мало. Надо, чтобы они хотя бы имели начальную военную подготовку. Раньше в каждой школе был музей, это одно, а второе еще в подвалах были стрелковые клубы, где мы стреляли даже. Нас вывозили в начальную военную подготовку в Черноречие, на неделю мы все жили в окопах, в палатках и участвовали в чем-то. Сейчас этого вообще ничего нет. Дай бог, чтобы это все возобновилось. Петр Леонидович, ну, наверное, нельзя же бесконечно собирать, продолжать расширять экспозицию музея, или можно? Наверное, сама жизнь, она заставляет это делать. Почему? Потому что, ну, техника растет. Мы живем, скажем, жили в одном веке, сейчас мы живем в совсем другом веке. Вот, и все это собирательство, вот это приводит к тому, что пополняются наши фонды. Наши потомки будут знать, что мы делали. Я думаю, что это процесс вечен. Александр Анатольевич, а можно еще поделиться с нами какими-то планами вообще по работе клуба? Вот вы просто продолжите дело, которое на сегодняшний день уже встало так твердо на ноги, или оно будет как-то расширяться? Нет, планы, как на Ломяковской громадье, например, на следующий год у нас 100 лет пограничной службы. И инициативная группа пограничников Самарской области вышла с инициативой и главе города, спасибо огромное, кстати, помощи городским властям и главе области, с тем, чтобы провести гигантскую реконструкцию в 41-й год Брест. Возможно, это будет сделано даже на Воронежских озерах в центре Самары, там, где есть возможность водной переграды, преодоления водной переграды и построение пусть небольшого, но макета Брестской крепости. Соответственно, со всеми сопутствующими действиями и войсками. Есть план автопробега, как раньше это мы делали в 15-м году до Бреста, дойти в Крым. Ну, ждем, когда построят Кирченский мост, потому что немножко проблемы, техника старая, нам нужно идти, чтобы не перегреваться. Планов много, к сожалению, в этом году вот день ВМФ у нас укладывается, поскольку ремонт набережной, но это дело нормальное, мы потерпим. А так сейчас копим силы, копим средства для того, чтобы работать дальше. Мы не останавливаемся, я хочу сказать даже больше, когда мы выезжаем с выставками в сельскую местность, особенно вот мы были в Хвостянском районе, в Клявлинском, еще где-то я сейчас даже... А в Кошкинском, так там воспринимают наш выезд, как цирк Дюсалей. Там ведь нет музеев, Петр Леонидович, правильно? А здесь музей на колесах. Во-первых, все члены клуба, они выезжают в форумах времен Великой Отечественной войны. Оружие мы везем с собой, то есть макеты автоматов, пулеметов, минометы, пушки и машины. И для людей это реально выставка на колесах, они приезжают, они как музей. Они смотрят, ходят, и там есть возможность, мы даже репетишек катаем, соответственно, на военной технике. Для них это дикий восторг. Петр Леонидович, я думаю, что не будет некорректным сегодня здесь сказать о вашем возрасте, да? Сколько лет вам? Я уж и сам иногда путаю. Мы вот иногда собираемся, почти что все время, пока мы знакомы, мы собираемся на мой день рождения. Ну и Александр Анатольевич принял предложение, значит, отныне, отныне, каждый год считать юбилейным. Поэтому сколько мне лет? На самом деле это трудно сказать. Ну, вообще-то я вот и подсчитал, 83 у меня уже есть. Скажите, пожалуйста, вы и так храните память о войне. Она у вас в душе, в сердце и в музее. Зачем вам после 83-х бегать в атаку, стрелять, вот участвовать в этих реконструкциях? Зачем вам все это? Вы знаете, это какой-то вопрос, это самое, как вам сказать-то, не требует, короче говоря, пояснения. Я живу этим, я, можно сказать, наслаждаюсь этим, я, ну как вам сказать, набираюсь сил, энергии, прет просто дуром адреналин от того, что я беру, значит, автомат в руки, да, 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 и бегу, и бегу еще, да, вот. Ну и вот это явление зрелищное, и само вот это понятие, и действие, участие в таком явлении, ну это просто непередаваемое. Я не знаю даже, какими словами вам все вот это высказать, что я переживаю в это время. То есть я молодею на много-много лет, и я хочу жить дальше, и вот это все вот это передавать еще и детям. Почему? Потому что я же делаю выставки, все вот это фиксируется на пленку. У нас есть фонотека, значит, фото, эти самые выставки, видео и так далее, и так далее. Вы знаете, какой огромный интерес вызывает это у молодежи? Ведь не все же ездят в Самару и видят это ВМФ, который, значит, мы там воспроизводим. А все вот это дублируется потом уже в моем музее с участием огромного количества школьников вот этих. Но это же о чем-то говорит, да, значит, я потребен, я нужен людям. Ну и сам, конечно, я живу этим. Только позавидовать. Я хотел бы добавить два слова. Дело в том, что во время реконструкции фактически воспроизводится реальная обстановка боя. В том году в Сызране мы впервые приехали на День независимости России, и интересная была сцена на площади перед мэрией, где была реконструкция. Пришли студенты, соответственно, разбились на вермахт, на Красную армию, и были девочки, пять девочек, которые изображали медсестер, и они стояли хихикали, им было интересно, не совсем понимали, что это такое. Инструктаж был аккуратный, потому что петарды, холостые патроны, это все опасно. Дымовые шашки. Когда начался сам бой, реконструкция, когда начали ребята стрелять из пушек, из минометов, из пулеметов, я впервые в жизни увидел, когда пять девочек в юбочках и в сапогах упали на асфальт, руками обмотали головы, образно говоря, и визжали от страха, потому что это было страшно. Мы вынуждены были их чуть ли не ногами поднимать вперед, потому что надо было раненых вытаскивать с поля боя. Но потом они рассказывали, что они от ужаса, вот когда это они увидели своими глазами и над ними стали свистеть, ну пусть это были петарды, но это были петарды, а сидящие рядом бабушки, кто были на фронте, сказали, вот так оно было на самом деле. Ужас и страх, это реальность все. Это то, что было. И если ты там не побывал, ты этого никогда не почувствуешь. Поэтому вот нас очень сильно понимают афганцы, ребята, кто воевали, в Чечне воевали, они-то были, они видели. А для молодежи, пока их не обкатают, такое понятие в армии, обкатка, они-то его не поймут. Вот те девочки, я думаю, что поняли навсегда это. Слава богу, что они поняли это вот так. В учебном. На реконструкции, в учебном бою, а не на самом деле. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Продолжается акция «Свеча памяти». Мы еще будем вспоминать об этом. Будем вспоминать о тех, кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто ушел в лес партизанам и погиб, уничтожая фашистов. Кто, вытаскивая раненых с поля боя, прикрывал их своим телом. Кто готовил снаряды для фронта, кто 9 мая 1945 года плакал от счастья, услышав по радио долгожданную весть о победе. А как вашей семье хранят память о войне? До свидания. Редактор субтитров А.Семкин